Друзья, приветствую всех! С нами сегодня замечательный Андрей Пьянковский. Будем обсуждать очень важное событие этих выходных. Здравствуйте, Андрей Андреевич! Добрый день, это всегда взаимно. Андрей Андреевич, я думаю, что вы догадываетесь, даже наши зрители догадываются, с чем мы начнем. Конечно, с Саудовской Аравии. С того, что на этих выходных здесь пройдет саммит по безопасности, который будет посвящен войне в Украине. Ваши ощущения, что может нового принести этот саммит? Может он стать историческим? Не может? Ну, задача этого саммита, она сформулирована очень достойно. Как бы подтянуть позиции глобального юга, тех стран, которые нейтральную позицию в отношении этой войны занимают, но более благожелательную к Украине. Вот так можно их актрисовать в позиции Саудовской Аравии. Собственно, к позиции коллективного Запада, частью которого является Украина. Ну, вот проблема с этим коллективным Западом, понимаете. Официальная позиция, она выражена очень четко трижды в документах Большой Восьмерки, не случайно называя Большой Восьмерки. Потому что в выработке документов по Украине Зеленский принимал самое активное участие. Это заявление от 14 октября, от 14 декабря и заявление еще последнее как раз в Виннисе, параллельно с саммитом НАТО. Там четко сформулированы четыре основных плана, пункта плана Зеленского, который теперь уже не план Зеленского, подчеркиваю, а позиция, позиция Глобального Запада, позиция Большой Восьмерки. Это полный вывод окопационных войск на линию 1991 года, это гарантия безопасности Украины в послевоенный период, это восстановление Украины, в том числе с помощью репараций на государство-агрессор и наказание военных преступников. Вот. Меня немного беспокоит вот эта тенденция сближения. Это, конечно, хорошо сближать позиции, но не будет ли, не воспользуется вот то крыло в администрации Байдена, которое все более явно себя заявляет, это Берн Стейс Элливан, а ведущий американский человек на этом траке переговоров не воспользуется, под прикрытием этой благородной идеи сближения позиций Юга и Запада, как повод для смягчения позиций Запада, в том числе в основном, ключевом вопросе. Мы же видим громадный вал публикаций в западной прессе, но он просто захлёстывает. 90% этой публикации один и тот же нарратив, как по общему темничку. Да, конечно, мы сочувствуем Украине, жара на жертву Украины, но понимаете, они же все равно никогда не смогут победить русских. Поэтому давайте все-таки подумаем, как остановить кровопролитие, прицепрекращение огня переговоров. Ну и начинается, нам известно, как остановить кровопролитие. В течение года Киев посещают массу посылаемых Москвой медиаторов последних, ну начиная с знаменитого визита Макрона Драги Шольца 14 июня прошлого. Их послали по адресу российского корабля, послали и всех других, и африканских вождей, знаменитого Лихуэя, и Папу Римского, и великих американских бизнесменов Маска и Гейтс. Они почему-то тоже лезут в великие миротворцы. Но это давление продолжается. Поэтому мы с нетерпением следим за результатами. Ну идеальный результат, если вдруг Саудовская Аравия или от других таких стран, как Индия, заявят, да, мы поддерживаем полностью план мира Зеленского. Ну я вспомнил четыре основных пункта, есть планы из десяти пунктов, это просто развитие и детализация тех четырех основных. Но это было бы слишком хорошим вариантом, мне в него как-то не верится. Давайте подождем результата. Да, единственное, что позитив, вот негативный фон, это вот та кампания, кампания явная в западной прессе, поддерживаемая, я думаю, это часть Байденской анистрации, склонить Украину каким-то приговором за счет своей территории. А позитивный контекст, это растущее, ну раздражение мягко говоря, даже возмущение таких стран, как Китай, Индия, та же Саудовская Аравия, африканские страны, ну пришло бандитским поведением Путина в отношении этой зерновой сделки. Ну, он организовал такой саммит африканских стран в Москве, его очень достойно, ему ответил президент Южной Африки, что мы приехали сюда не за подачками, мы приехали сюда убедить вас восстановить зерновую сделку. Конечно, эта проблема зерновой сделки будет обсуждаться, обсуждается сейчас в ЖИДе, здесь, я думаю, у нас сильные позиции, сильные союзники, но посмотрим, подождем результат. Андрей Андреевич, раз мы сразу заговорили о зерновой сделке, события последних дней показывают, что Украина может точно так же подать России сигнал о том, кто будет хозяином в Черном море, потому что за последние сутки мы видели, да, потоплен танкер, но не потоплен, а серьезно поврежден, и мы видим, что морские дроны, которые сейчас делает Украина, они вполне способны, даже без поддержки в воздухе, вполне способны топить российский флот, и будут это делать, и Украина никогда не позволит, чтобы Путин себя чувствовал хозяином в Черном море. Поэтому здесь, в общем-то, хотя мы видим, что он и трусит, когда там подходили корабли, я не знаю, израильские, по-моему, корабль турецкий, никто их не тронул. Ну, боже мой, кто же тронет турецкие корабли? Путин уже проиграл Эрдогану войну одну на Южном Кавказе, когда он просто струсил, бросил своего армянского союза и не явился на войну с Эрдоганом. А между такими крутыми пацанами, вот, а это такой тип политиков Эрдоган и Путин, такие встречи происходят только один раз, и уже навсегда определяется, кто альфа-самец. Но Украина показала, не дожидаясь как бы старшего турецкого брата, она показала, что она не менее серьезными аргументами обладает том и черным. Это активное участие Украины в дискуссии, в вопросе зерновой сделки. Но сегодня ночью очень громко прозвучали эти аргументы. А как вы думаете, Андрей Андреевич, он же там вроде говорил, что он собирается лететь в Турцию, полетит он туда или нет? Нет, не полетит, и я думаю, он и двойника даже не пошлет, потому что Эрдоган с двойником быстро разберется. Ну, конечно. Это было просто так дерзко, когда Кардагану послали двойника. Он же знает Путин, он же с ним встречался неоднократно. Я еще так понимаю, к лидерам Африки, наверное, можно двойников посылать, и то как-то не рискнули. А тут, я думаю, Кардагану нет. Значит, вы считаете, что не плетит? Почему? Струсит? Побоится? Ну, он всегда... Слушайте, а как он реагировал на поход господина Пригожина на Москву? Он бежал из собственной столицы. И сейчас много информации такой из бункера поступило, что он просто находился в состоянии Гроги и полностью в отключке. Это трусишка, это он махает своей ядерной бомбой, которой уже никто не боится. Не поедет он к Эрдогану. И Эрдоган вообще еще не сказал своего слова по зерновой сделке. Ну, кроме того, что послал турецкий корабль в порт в Измаил, который прошел спокойно. А как вы думаете, Эрдоган ждет решения того, что будет в Саудовской Аравии или чего-то еще? Почему он медлит? Ну, это совершенно очевидно, что он будет говорить свое последнее слово. Но когда и что именно? Чего он ждет? Почему он тянет? Ну, конечно, ему хотелось бы, чтобы это выглядело как коллективное слово глобального юга. Ну, Эрдогана не меньше амбиции, чем Путина, те же геополитические. Это не только турецкий мир, он позиционирует себя и лидером. Хотя к этому, к югу он не очень подходит. Географическая позиция Турции вообще исключительно выгодна, конечно. Но, что я хочу сказать, вот это же не секрет, что мы все на предыдущих выборах турецких болели за его соперника. Почему? Потому что мы ожидали, что тот займет более жесткую позицию в отношении к России, что тот прекратит препятствовать вступлению Швеции в НАТО, что тот навалит более конструктивное отношение с Западом и Соединенных Штатов. Так вот Эрдоган сейчас делает все то, что мы ожидали от его конкурента на выборах. Он показывает, что он очень мудрый политик и во внутренней турецкой сцене. Он же понимает, что половина населения голосовала против него. Причем какая половина населения? Города. Города, молодежь, интеллектуалы. И он услышал этот голос. И вот все те шаги, которые я перечислил, предпринимает в последние дни, которые мы-то ожидали от его конкурента, они очень позитивно воспринимаются. Он работает на такое единство турецкого общества. Мы знаем, что на фронте прорваны первые, на юге, по крайней мере, первая линия обороны. Слава Богу. И там идут в пользу украинская армия вои. А председатель СБУ Василий Малюк сегодня сказал, что если Россия хочет, чтобы мы прекратили атаки над водными дронами на корабли Российской Федерации, решение очень простое. Он советует им покинуть территориальные воды Украины, и тогда они смогут, возможно, избежать последующих взрывов. Вот я считаю, что это ультиматум, и это правильный ультиматум. Россия должна чувствовать давление со всех сторон в этом смысле. Да, Украина объявила о военной угрозе для судоходства в портах РФ и в Черном море. Вы знаете, извините, не только Россия должна чувствовать. Я думаю, это новая позиция Украины, это и сигнал Западу. Украинская окружающая прекрасно понимает тех процессов, которые идут внутри американской администрации, о планах Стелливана и Бернса, и размыть эту позицию, оказывать давление на Украину в сторону заключения мира, так называемой почетной ничьей с Путиным. И такими шагами Украина покажет, что она является ведущим игроком в этой ситуации. Ну да, еще там же их начинают поддавливать с другой стороны. Американский банк JP Morgan на этой неделе прекратил обработку платежей Россельхозбанка в связи с выходом России из зерновой сделки. Это тоже такой щит, ему, мне кажется, экономический удар. Ну да, тем более, что как раз основное направление то шантажа, вот, подключите Россельхозбанк к Свифту, этот банк Патрушева сыночка, они же еще, кроме того, и бизнесом занимаются, бабками, вся эта компания, которая сидит в бункере. Деньги они не рвут, это точно. Андрей Андреевич, мы не зависли, нет? Я здесь, да. Да. Хотела у вас вот о чем спросить. Вот это вот угроза событий на границе с Белоруссией и Польшей. Россия поддавливает Польшу, она постоянно из угрожает, постоянно шантажирует через Белоруссию, через вот этих вагнеровских, этих идиотов и так далее. Они то пытаются перейти границу, то пытаются как-то провоцировать и так далее. Какие на самом деле задачи у Пригожина? Потому что мы же знаем, что он бизнесмен, да? Ну, кроме того, что он психопат еще. Что ему делать в Белоруссии не очень понятно. Вот как вы видите дальнейшее развитие событий? Ну, во всяком случае, эти угрозы дойти до Варшавы, дойти до Жешевы, ну, это мне очень нравится. Я просто стучу после того, чтобы они... Мы же помним, как Пригожин ходил в Дель Эдзор в Сирии. Их покрошили там с большим удовольствием американцы, там, по-моему, 300 или 400 этих бандитов. А колонна 600 человек была разгромлена. 600 было, да. Ну, а поляки справятся и без американской эмирации с ним. Потому что это пустой маразматический шантаж двух выживших из ума диктаторов. И Лукашенко уже, похоже, понял, в какую игру опасную его Путин затянул. Ну, он же на днях объяснял перед Говоросским трудящимся, что он пошутил. Что он пошутил, и никаких вагнеров он туда не пустил. Ну, ради бога, это... Поляки давно рвутся разобраться с этими негодяями. А кроме того, в конце концов, сколько раз мы слышали от наших американских союзников, как они гордо заявляют, ну, мы будем сражаться за каждый инч территории НАТО. Вообще, помните, как нас это все раздражало перед войной? Ноябрь, декабрь, январь. Каждый день выходил то Байден, то Столкман и вот гордо заявил, что вот мы за каждый инч. Но это же приглашение русским, что за Украину мы не будем сражаться. Но мы понимали, что они не будут сражаться и не рассчитывали на это. Но зачем это повторять каждый день? Это же было приглашение... А теперь, когда мы знаем о скандальных договоренностях Бернса в Москве в ноябре 2021 года, когда он обещал Путину клятвенно, что Америка в случае войны не допустит ударов по... Ну, это вообще чудовищно. Я вот не первый раз об этом говорю. Каждый раз в предпередаче. Я еще раз смотрю эту статью в Ньюсвике. Может быть, это мне приснилось? Нет, там черным побегом это написано. Это не разоблачительная статья. Это по заказу ЦРУ хвалебная статья. Какой замечательный Бернс. Как он спас человечество от эскалации, от третьей мировой войны. Ну, тут уже, как говорят в этих кругах, за базар придется ответить. За каждый инч польской территории им просто придется вписаться. Поэтому это пустой шантаж. Но, может быть, в качестве безумия они пойдут. Это был бы прекрасный вариант. Тогда война просто кончится за несколько дней. Ну, знаете, хоть вы и говорите, что Лукашенко пошел на попятную, но, мне кажется, несколько поздновато для него. Потому что Литва и многие другие страны закрывают просто границу между собой и Белоруссией. И для Белоруссии выезд для Белоруссии все более ограниченным. Мы знаем, что, кстати говоря, часть россиян высылает Латвия. Они тоже объявили об этом буквально несколько дней назад. Поэтому Восточная Европа очень, так сказать, жестко реагирует на события. Нет, это наши самые надежные союзники. Ну, выяснилось уже недавно, это тоже известно, наверное, украинской аудитории, что американцы до самого последнего дня в Винницком союзе настали, потому что вообще не было никакого упоминания о членстве Украины в НАТО. Это по требованию восточноевропейских стран это было. Вот в той борьбе внутри американской администрации, где, к сожалению, важную роль играют наши противники, скажем прямо, по их делам Бернс и Селиван, вот позиция стран Восточной Европы, она очень важна. И вот просто, раз уж мы это затронули, просто безумием с обоих сторон, с Польшей и Украиной, наметивших какое-то время, в последние дни конфликты по трагическим историческим событиям. Но только не этим сейчас надо заниматься. Эти две стороны на переднем фронте борьбы против русского империализма и варварства им действительно непосредственно угрожают. Это самые естественные союзники. Нужна максимальная операция, оставив на потом все исторические заседания. Конечно, это самые верные наши друзья. Вот вся Восточная Европа и Польша, и страны Балтии, это вернейшие друзья наши, которые во все трудные времена, до последних годов, мы имели от них стопроцентную поддержку. Я тут с вами согласна на 300%, не на 100%, что сейчас нужно отложить все. Да и в принципе, мы должны на них рассчитывать. Хотела у вас спросить, есть ли с вашей точки зрения российский след в перевороте в Нигере? Ну, я не знаю, как правильно, все по-разному называют эту страну. Вот. Нигер, Нигера, как правильно, скажите? Ну, по-французски они же говорят на французском. Нигер по-французски, конечно, да. Ну, я думаю, что непосредственно нет, но Вагнер, практически Вагнер хозяйствует вот в этих соседних странах, Мали и Центральная Африканская Республика, а эти страны поддержали, поддержали мятеж. Ну, сейчас, конечно, очевидно, пророссийская ориентация. Ну, вот как дедушка Путин, на все у него хватает времени. Он, извините, просрал страну. Он войдет в историю как человек, при котором 500-летняя Российская империя, ну, я считаю, от Ивана Третьего это примерно прекратит свое существование, а он занимается вообще Нигером или Нигером из Центроафриканской Республики. Ну, да, о нем можно писать книги, знаете, с таким названием «Человек, который просрал все». Кроме Нигера, кроме Нигера. Ну, это важно. Это важно. Расскажите, что происходит сейчас. Там же, я подписан на «Нью-Йорк Таймс», мне приходят три четверти новостей, их брейк-новостей, мне приходят, посвященных Трампу. Действительно, это такая центральная тема сейчас в Америке? Это, естественно, когда уголовное обвинение, там он приезжает в суд, там снимают с него отпечатки пальцев, все это для прессы очень интересно. Ну, что я могу сказать? Кстати, это приговор вообще американскому обществу. Ну, если хотите прогнозов, не станет он президентом, не получит он республиканскую номинацию, эстеблишмент республиканский сделает все, чтобы этого не допустить. Но у него масса сторонников. Вот это американское быдло, ну, грубо говоря, половина страны, ну, меньше, конечно, но, в общем-то, это приговор американский демократ. Да, на прошлых выборах. Ведь откуда появился, откуда вытащили этого нафталинового дедушку Байдена? Он действительно сыграл крайне положительную роль. Вы же помните, на демократической прайме лидировал коммунист Сэндерс. Так вот, президентские выборы в Америке, которые являются лидером свободного мира, между коммунистом Сэндерсом и фашистом Трампом. Это вот замечательный приговор, конечно, американской демократии. Вот поэтому с такими трудностями и друзья Украины в Америке продвигают вот эту идею помощи Украины, поддержки, победы. Обратите внимание, вот эти Салливана Берс, они же за 600 дней войны, они ни разу не выдавили из себя слово «победа Украины», ни разу. Салливанов предложил эту хитроумную формулу «не поражение Украины». Тяжелое впечатление оставляет американская политическая сцена. Но посмотрим, как будет дальше развиваться событие, потому что все очень крайне неоднородно. О днях один из сенаторов республиканцев, довольно известный, забыл, к сожалению, его фамилию, сказал, что, например, что использование Путиным тактического ядерного оружия будет расценено как нападение на НАТО. Нет, но это не новость. Это единственное, за что надо бесспорно отдать дань администрации Байдена. Они еще в октябре прошлого года по поводу тактического ядерного оружия предупредили Путина очень жестко, что, во-первых, будет уничтожена вся российская группировка на территории Украины за несколько дней, если не часов, наверное. Ну, вы же представляете, если какие-то там жалкие 16 хаймерсов, которые нам дали летом, позволили Украине перехватить стратегическую инициативу, то что сделают там сотни там агавков, самолетов F-16, все это будет уничтожено. Ну и кроме того, в качестве вишенки на торсе, объявили, что Путина просто ликвидируют в этом случае. Поэтому, ну, а какое ядерное оружие после того, после мятежа 24 июня, который показал, как тот же Байден даже сказал, как же он, абсолютно, абсолютно, абсолютно ослаблен Путин. Ну вот, американцы сами говорят, сколько раз я слушал, ну, если этот человек не может отдать приказ убить Пригожина, потому что знает, что этот приказ не выполнен. Как он может отдать приказ на нанесение дьянерного удара, кто его будет выполнять? Совершенно точно. Вы очень точно формулируете, но и приговор Навальному. Зачем, какая была нужда в этих 19-ти годах? Ведь протестное настроение в России, пока, ну, находится в таком состоянии, скажем так, никто особенно не протестует. Зачем нужна была вот эта демонстрация такой особой жестокости и демонстрация силы, как вы считаете? Ну, это личная месть уже не только Путина, но там масса же он больших чиновников своими разоблачениями из-за дела. Там главное не срок, там главная вот садистская форма особого содержания. Это абсолютно нечеловеческие условия. Ну, мы видели, как несколько раз показывали, как в их условиях содержались там, чеченские лидеры. Ну, вот когда ведут человека, скрюченного по коридору. Это жуточайшая одиночная камера. Ограничения в правах свежих. Ну, и ежедневные пытки. Вот что означает это особое слово. Личное месть уходящего из политики, и, я надеюсь, и из физической жизни человека. Только что Минобороны России заявил, что якобы Шойгу приехал на оккупированную территорию в Украину. Да? Вы верите в такое? О, я считаю, что они зачастили. И Шойгу, и Герасимов. Слушайте, вот Шойгу приехал в Украину. А вот, вы знаете, такой генерал Теплинский, командующий десантными силами, он записал тут послушающий десантник какое-то обращение там к войскам. Ну, типичный российский генерал-идиот там с проклятиями к Украине и так далее. Но сайт, на котором он это увлековал, называется «Сайт в защиту нашего батя генерала Теплинского». И это его обращение сопровождается припиской. «Мы никогда не позволим банде, преступной банде Шойгу, Герасимова тронуть нашего батю». Ну, вот вы представьте, какие настроения царят в российских войсках. Просто это сборище различных бандитских группировок. Бандитских группировок Прегожина, бандитских группировок Теплинского и так далее. И все не считают бандой именно Шойгу с Герасимовым. Ну, работайте, братья, можно сказать, обратиться к ним с таким призывом. Ну, и, наконец, по позиции. Вот знаете, сейчас многие очень говорят, что будет многое зависеть от позиции, артикулированной внятной Китая и Индии, вот всех этих стран. Как вы думаете, могут ли они сейчас высказывать какую-то позицию, и они по-прежнему будут держаться в стране и смотреть, как будут развиваться события? Ведь они так ничего в сторону не приняли, по большому счету. Атташ, мы с вами гораздо легче, нам будет ответить на вопрос завтра вечером. Если есть возможность выразить, вот это саммит в Саудовской Аравии, это великолепная возможность выразить свою позицию. Я сказал, что я не ожидаю там таких сенсационных результатов, но уверен, что позиция по отношению к России будет более жесткой, чем до этого саммита. Ну, люди просто возмущены. Я не понимаю, зачем Путин... Вот эта дура Скобеева, она третий день подряд начинает передачу, минут 10 показывает взрывы элеваторов. Вот как он бежит, как вот восторженно, как вот замечательно. Но это видят во всем мире. Ну что ж, ну, раз они такие... Акция демонстрации военных преступлений, она демонстрирует, что она участвует в этом. То есть она дает показания фактически в прямом эфире. Ну, разве это плохо? Ну, мы послушаем ее показания на Мариупольском трибунале над главными военными преступниками. Конечно, конечно. Там она будет, не виновата я, не виновата я, заставили меня, заставили меня. Не виновата я, он сам пришел. Так и будет, я уверена, что это будет довольно скоро при нашей жизни, потому что у меня есть ощущение, ну, как вам сказать, исходы для России. Вот я не могу вам это объяснить, но у меня есть вот такое предчувствие, что события будут, начиная с осени, развиваться довольно быстро. И, может быть, с Кобеевой нужно будет кричать, не виновата я гораздо раньше, чем можно предположить, понимаете? Ну, вот мы посмотрим, кто из них первый начнет это... Заведет эту шарманку. Спасибо большое, Андрей Андреевич. Если что-то произойдет необыкновенное на этом саммите... Ну, мы немедленно стрим с вами организуем тогда. Совершенно верно. Огромное спасибо за поддержку Украины. До встречи. До встречи. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова